Не тратить деньги зря. Медик назвала 10 диагнозов, которые не требуют лечения. Часто, услышав от врача диагноз, пациенты начинают паниковать, и сразу скупать чуть ли не пол аптеки. Но не все болезни нуждаются в медикаментозном лечении. О том какие диагнозы не нужно лечить, рассказала гинеколог Анастасия Мельничук, на своей странице в Инстаграм. ТОП-10 диагнозов, которые не нужно лечить. Уреоплазма, обнаруженная в мазке, это не уреоплазмоз. Это норма у девушек. Уриплазма парвум и уриплазма урелитикум, относятся к условно-патогенной флоре, всегда живущей во влагалище. Сюда же относятся и горднерела, микоплазма, кроме микоплазма джениталиум, атопобиум. Эти бактерии нам интересны только в соотношении с лактобактериями, и при наличии ваших жалоб. Обнаруженная кандида в мазке, это еще не кандидоз. Кандидоз, это когда у вас есть типичные жалобы для этого заболевания. Эти грибы, обычные жители влагалища, как и уреоплазма. Они действительно не понимают за что их постоянно выдворяют из дома, говорит Мельничук. В ПЧ, вирус папиллома человека, очень часто передается половым путем, может провоцировать рак шейки матки, но не у всех и не всегда, поэтому и придумали вакцинацию. Часто самоэлиминируется из организма, нуждается только в пап-тесте с вашей стороны, иногда кальпоскопии и обычном осмотре у врача. Лечить ВПЧ, снижать вирусную нагрузку не следует, потому что не существует действенных препаратов, утверждает гинеколог. Лейкоциты в мазке, это не всегда признак воспаления и не нуждается в рутинном лечении. Эрозия шейки матки, тот самый недуг, из-за которого каждая вторая девушка считается больной, прижигается шейка матки, используются недейственные препараты, объясняет врач. Эрозия, это эктопия цилиндрического эпителия. Когда эпителий из цервикального канала распространяется на шейку матки, покрытую многослойен. Иногда, когда имеются контактные кровотечения и сильные выделения, можно рассмотреть лечение. У вас вагенит, надо ставить гексикон 7 суток, звучит как бред. Вагенит без возбудителя, это не диагноз, нужно разобраться, какая бактерия вызывает симптомы, на которую и будет направлено лечение. Вообще ничего не лечите с принцеванием, советует врач. Фолликулярная киста и киста желтого тела, лютииновая, рассасываются самостоятельно, в течение 1-6 метров С, без сераты, тазолока, нормоцикла и цикладинона. Обнаружены спайки, в малом тазу во время осмотра и экстрасенсорика. Их можно заподозрить, если в прошлом имелись операции на органах брюшной полости. Увидеть их можно во время лапароскопии, и устранить чисто хирургическим путем. Если у вас повышен уровень андрогенов в крови, но цикл в норме и нет симптомов таких как герсутизм, акне, аллопеция, лечить эту гиперандрогению не нужно, подчеркивает гинеколог. СПКЯ не лечится нормоциклом, цикладином, и тем более самодельными настойками для спринцевания. Ранее мы рассказывали о том, какие лекарства могут препятствовать усвоению медикаментов. Читайте также о том, какие неочевидные симптомы указывают на развитие гипертонии.